Итак, в Красноярск идет потепление до плюс 13. Синоптики дали предварительный прогноз на эту рабочую неделю. Ожидается теплая и дождливая погода. Когда можно переодеваться в легкую одежду, знает Елизавета Мерзлякова. В Красноярск пришла настоящая весна на этой неделе. По ночам установится плюсовая температура. Во вторник утром еще будет прохладно, всего минус 4 градуса, но днем потеплеет до плюс 3. Небольшой дождь синоптики прогнозируют со вторника и до конца рабочей недели. Пока по ночам держатся заморозки, красноярцы пользуются моментом и выезжают фотографироваться на лед Енисея. Об автомобилистах, пересекающих реку по льду, даже написало британское издание Daily Mail. Авторы назвали красноярцев бесстрашными русскими. Зарубежные издания напугали трещины на льду. В МЧС говорят, что ежедневно следят за ситуацией. Обычно переправы закрывают в середине марта. Солнечно, как сегодня, будет не каждый день. По ночам синоптики обещают осадки. В среду пасмурно, днем плюс 9, ночью столбик термометра опустится до минус 3. В четверг практически такая же погода, днем плюс 8, но пойдет дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Пора доставать солнцезащитные очки. Их обязательно нужно носить ранней весной. Сейчас лучи солнца отражаются от снега и льда и еще больше влияют на наши глаза, чем жарким летом. А в пятницу как раз будет солнечно, и такой аксессуар будет смотреться гармонично. Ведь это будет самый теплый день недели, синоптики обещают плюс 13 градусов. Если так случится, это станет температурным рекордом. Теплее было только в 1981 году, тогда воздух прогрелся до 12 градусов. В субботу 16 марта резко похолодает днем, температура опустится до плюс 3 градусов, а ночью будет 0. Но это естественный показатель для марта. А вот, например, в этот день в 1998 году было совсем не по-весеннему. Минус 29 градусов. В выходные на дорогах будет гололедица. В воскресенье снова солнечно, но прохладно. Днем столбик термометра не поднимется выше нуля, а ночью будет минус 1. А следующая неделя, по предварительным прогнозам, будет снежной и с температурными качелями. Елизавета Бразлякова, Владимир Фетисов, 7 канал.